Всем привет! Сальса Геймер у микрофона! Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Вокруг новой игры про Робокопа не утихают споры. Одни настаивают, что Terminator Resistance была сходного качества, и тогда многие посчитали её хорошим шутером. Шутер игра действительно неплохой, в нём и атмосфера, что надо, и утилизировать терминаторов интересно. А идти в атаку под знаменитый саундтрек так вообще отправило многих геймеров в игровую Вальгалу. И что же Робокоп Рогью Сити? Я не буду говорить о халтурности игры и её состоянии, об этом было предыдущее видео, захотите – посмотрите. Давайте посмотрим на создание атмосферы криминального города. С самого начала группа наркоманов захватывает телецентр старого Детройта. Это событие должно своей жестокостью зарядить игрока с желанием засадить за решётку и расправиться со всеми производителями нюка в городе. А теперь давайте порассуждаем. Фильмы про Робокопа выходили ещё в 90-х, а самый культовый и единственный стоящий вышел в 1987 году. То есть, если разрабы хотят играть на ностальгии, то их аудитория 40 с хвостиком. И вот ты видишь, как полицейские фотографируют мешки для мусора, чтобы игра не получила суровый возрастной рейтинг. И много кровищей здесь вы не найдёте, что наркоманы в игре будто сходили в салон красоты и в модном макияже красуются на камеру. То есть, по идее, игра должна оригинальным голосом Робокопа и атмосферой вышивать слезу ностальгии у мужиков 40+, а по содержанию она явно пытается попасть в подростковую аудиторию. Дальше начинается геймплей. И честно, если бы Робокоп состоял только из перестрелок, я бы его на 100% рекомендовал бы. Потому что как коридорный шутер мне Робокоп зашёл, и швырять бандитов друг друга через стену весело, как и их отстреливать. Волшебная перчатка правосудия с авто притяжением к лицам врагов тоже прикольно сделана. Такие моменты ностальгия реально пробирает и вспоминаешь те неплохие шутеры как раз в девяностох двухтысячных. И по идее уже лет за тридцать в подобные игры люди должны наиграться. Но тут опять же портит веселье техническое состояние. Пули то пролетают сквозь стены, то их крошат и наносят объектом повреждения, то начинает резко тормозить картинка, а украденная механика из колды вообще непонятно для кого и зачем здесь нужна. Она в колде то вымораживала, а здесь когда Робокоп выносит дверь и отстреливает картонных болванов, которые в замедлении еще более картонные, смотрится уныло. Остановитесь на секунду, сделайте глоток чего-то согревающего и прожмите пожалуйста лайк под этим видео. Спасибо вам. Вдобавок ко всем прелестям игра заболела новыми веяниями. Это полу открытым миром и рпг элементами. Про полу открытый мир скажу позже, а вот квеста в игре просто верх интереса. Как только входишь в участок, такое ощущение, что без тебя тут никто не работает. Робо помоги мне открыть шкафчик, а то его заклинило. Видимо больше киборгу полицейскому нечем заняться. Робо отнеси бомжа в камеру, а то от него воняет. Робо мне тут некогда, я тут занят пинанием балды по углам, поговори за меня с населением. Уже с первых квестов понимаешь, что вариться будешь здесь в таком унылом киселе, что пипец. А дальше нас выпустят патрулировать город. И вы окунетесь в большой и однообразный мир, который сделан по принципу копировать, ставить. Потому что он состоит из одинаковых домов, одинаковых NPC, которым разработчики даже не догадались одежду поменять. В итоге бегаешь и не понимаешь, вроде поговорил с NPC, а за углом стоит такой же. А прибавив к этому одинаковые дома и дворы, возникает ощущение, что ты никуда от одного места и не уходил. Со светом не работали совсем. В игре 2023 года разработчики не удосужились сделать так, чтобы персонаж отражался в луже. При том, что англоязычные гражуры заливают о передовой графике. Я еще на стриме шутил, что мы играем за киборга-вампира. Разница квестов в городе и участке заключается в том, что от одной части квеста к другой вы ходите из одной части карты в другую. Приведу один пример с квестом. Начинается ваше патрулирование тем, что полицейский позовет вас разобраться с задержанным. Вам поочередно говорят то с копом, то с задержанным. Нужно выяснить, где находится дилер. Надо доковылять до дилера, потому что персонаж киборг и ходит он медленно, а ездить на патрульной машине пока не дадут. Дилер пошлет вас на точку закупки, где мы попадем в клуб и путем сканирования находим дверь, за которой торгуют запрещенными веществами. Выбить дверь и пройти киборг не может. Для этого нужно взять показания у наркоманов в туалете и убедиться, что торгуют именно за дверью. После чего выбить дверь, пережить неплохую перестрелку в баре и узнать, что квест ты завершить не можешь. Потому что для того, чтобы разгадать шифр от сейфа, который видимо загадан для детей, у киборга не хватает эрудиции, а сломать замок сейфа силы. Так что бери другие квесты и прокачивайся. Вроде разобраться с подростками, кто слушает громкую музыку, или шикарный детектив про женщину легкого поведения. Был бы Робокоп чисто про перестрелки, пусть не такой длинной, а игрой на пару часов, но это были бы интересные пару часов. А то их натянули на полуоткрытый мир с откровенно глупыми квестами и беготнёй туда-сюда. И ладно бы у разрабов не было денег, а то в рекламу влили столько, что на Gamescom львиную долю времени про Робокоп только и говорили, а это очень дорого. По игре хотелось сделать короткое и ёмкое резюме, и я смог. Кто хочет получать новое видео, не забудьте подписаться на канал. Спасибо всем, кто поддерживает канал лайками, донатом и подпиской. Благодаря вам видео продолжает выходить. Загляните под видео, там важная информация. Пишите, что думаете об игре. Пока-пока и не бомби по пустякам. Субтитры сделал DimaTorzok